Мои коллеги, и приветствую родителей, школьников, учеников восьмого класса, которые, возможно, к нам присоединились или присоединятся. Мы сегодня с вами продолжаем уроки повторения для школьников, которые заканчивают сейчас обучение в восьмом классе, и поговорим мы сегодня о корнях, о квадратных корнях, об арифметическом квадратном корне. Тема эта достаточно важна, потому что задания на упрощение, на преобразование выражений, содержащих квадратные корни, входят и во всероссийские проверочные работы, и в основной государственный экзамен по математике, который школьники-восьмиклассники в следующем году будут сдавать в конце девятого класса. С чего хотелось бы начать? С того, что я и мои коллеги, учителя других предметов, каждый день проводят онлайн-уроки по различным темам, предметам школьной программы в поддержку бесплатного образовательного портала «Моя школа в онлайн», который рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации. На этом портале вы можете найти учебный материал по четвертой четверти практически по всем основным предметам школьной программы, практически по всем наиболее употребляемым учебникам, в котором вы учитесь. Сегодня урок проходит по учебнику Макарыча под редакцией Телековского, но поскольку, повторюсь, у нас с вами повторение, то неважно по какому учебнику вы работаете, все правила, все свойства квадратных корней одинаковы во всей алгебре. Какая цель нашего сегодняшнего занятия? Мы с вами закрепим навыки вынесения множителя за знак корня, внесения множителя под знак корня. Очень важный момент – освобождение от иррациональности в знаменателях дробей. И поделаем упражнение, задание на преобразование выражений, которые содержат квадратные корни, иррациональных выражений. Для начала давайте немного вспомним теорию. Она вам прекрасно известна, потому что только в этом году, в восьмом классе, прошли эту тему. Поэтому все у вас еще в памяти свежо. Но мы с вами разделяем понятие, немного разделяем понятие квадратного корня из числа А. Квадратным корнем называется число, квадрат которого равен А. И чаще всего мы с вами говорим при преобразовании выражений, особенно числовых выражений, об арифметическом квадратном корне. Арифметический квадратный корень – это неотрицательное число, квадрат которого равен числу. Ну вот небольшие примеры. Например, арифметический квадратный корень из 4 равен 2, потому что число 2 неотрицательное, и 2 в квадрате равно 4 и так далее. Когда мы с вами решаем квадратное уравнение, ну, например, х в квадрате равно 4у, мы имеем с вами в этом квадратном уравнении 2 корня, и положительное, и отрицательное. 2 и минус 2. Мы говорим в данном случае при решении квадратных уравнений о квадратном корне из 4. А вот когда мы преобразовываем с вами числовые выражения, то мы говорим чаще всего в заданиях, которые нам встречаются, речь идет об арифметическом квадратном корне. Иногда это все-таки нужно различать. Теперь мы вспомним с вами несколько теорем, которые помогают нам преобразовывать иррациональные выражения. Доказательства этих теорем вы можете увидеть в учебнике по алгебре. Мы сейчас с вами о доказательствах не говорим, только говорим об основных правилах. Ну, например, каким образом мы извлекаем корень из произведения неотрицательных множителей. Колень из произведения неотрицательных множителей равен произведению корней из этих множителей. Формулу вы видите чуть выше. Теорему. Вторая теорема и правило, которое из этой теоремы вытекает. Корень из дроби, или из частного, из дроби, числитель, который неотрицателен, а знаменатель положителен, это очень важно, равен корню из числителя, деленному на корень из знаменателя. То есть здесь два условия очень важных. А больше или равно нулю, а В строго больше нуля. Очень важная бывает теорема для преобразования буквенных выражений. При любом значении х верну равенство. Квадратный корень из х в квадрате равен модулю числа х. И давайте с вами на конкретных заданиях рассмотрим, как все эти теоремы применяются, все эти правила. И то, что мы обозначили в цели нашего сегодняшнего занятия, это умение вносить множитель за знак корня и вносить множитель под знак корня. Но в данном случае мы должны упростить числовые выражения. Сейчас никаких мы с вами действий арифметических сложений и вычитаний сделать не можем, потому что подкоренные выражения у нас везде разные. Мы должны сделать так, чтобы под корнем стояло одно и то же число. Для этого мы в каждом из предложенных заданий будем выносить множитель за знак корня. Как это делается? Сначала каждое подкоренное число раскладывается на множители. Если вам сложно сразу увидеть, какое число нужно вынести за знак корня, иногда применяю такой прием разложения на простые множители. Но здесь этого не нужно, потому что таблицу умножения мы все знаем в восьмом классе. Поэтому мы здесь видим, что 54 – это 9 умножить на 6, 24 – 4 умножить на 6, а 150 – это 25 умножить на 6. Теперь мы явно видим, какое число у нас останется под знаком корня. Это 6. И какое число мы вынесем за знак квадратного корня. Корень, арифметический квадратный корень из 9 – это 3, из 4 – это 2, из 25 – это 5. У нас получаются с вами подобные слагаемые с одинаковым подкоренным выражением числом 6. То есть мы приводим эти подобные слагаемые и получаем результат 6 корней из 6. То же самое, если вы решаете чуть быстрее, вы, возможно, уже под буквами D и E выражение преобразовали, упростили. Ну, давайте посмотрим, проверим. Второе задание чуть проще, чем первое. Посмотрите внимательно, у нас первое слагаемое здесь уже под знаком корня уже простое число. Давайте посмотрим с вами корень из 32. 32 раскладываем на 2 множители 16 и 2. 200 раскладываем на множители 100 и 2. Выносим множители за знак корня. Получаем подобные слагаемые, которые можно привести. 3 корня из 2 плюс 4 корня из 2 минус 10 корней из 2. Приводим эти подобные слагаемые и получаем результат. Минус 3 корня из 2. Под буквой E. Ну, здесь может быть чуть сложнее. Мы должны с вами посмотреть внимательно на все подкоренные выражения числа, которые под корнем и сразу станет видно, на что нужно обратить внимание. Здесь, конечно, нужно в первую очередь обратить внимание на выражение 2 корня из 8. Потому что это проще. Сразу видно, что 8 – это 4 умножить на 2. И мы видим, что можно вынести здесь за знак корня. Смотрите. Ну, поскольку у нас под корнем в последнем слагаемом минус 2 корня из 8 останется 2, то значит, мы должны сделать так, чтобы и в первом, и в втором слагаемом тоже под корнем оставалось число 2. Но это легко сделать, потому что 72 – это 36 умножить на 2, 50 – это 25 умножить на 2. И из 36 и из 25 можно извлечь арифметический квадратный корень. Не забываем умножить на то число, которое уже находится перед корнем на этот множитель. И мы, вынося множитель за знак корня, умножаем на этот коэффициент. Получаем 12 корней из 2, минус 5 корней из 2, минус 4 корня из 2. Получаем результат. 3 корня из 2. Следующее задание. Здесь уже чуть-чуть посложнее задание. Но это очень важное бывает задание, потому что, во-первых, красивее выглядит само выражение, когда нет корня в знаменателе, и вообще принято, получив ответ, избавляться от иррациональности в знаменателе. Вы будете очень часто с этим встречаться в старших классах, когда будете, начнете изучать тригонометрию. В геометрии очень часто тоже бывает необходимо избавиться именно от иррациональности в знаменателе, от корня. Простите. Вот если бы здесь в знаменателе была не разность, а просто число, содержащее корень, например, просто корень из 3 или 3 корня из 3, то мы бы поступили просто. Мы бы умножили на знаменатель. И тогда знаменатель мы бы вызвали в квадрат, и корень у нас бы пропал, исчез, ликвидировался. Но здесь мы не можем в этом выражении умножить на знаменатель. Мы получим квадрат разности, и это ничего нам не даст, если мы раскроем по формуле. Здесь для того, чтобы избавиться от иррациональности в знаменателе, мы умножаем с вами на сумму 7 и корня из 3. Давайте посмотрим, как это происходит. Умножаем числитель и знаменатель на одно и то же выражение по основному свойству дроби. На сумму 7 и корня из 3. Зачем мы это сделали? У нас в знаменателе получается разность квадратов. И корня у нас с вами уже, иррациональности в знаменателе уже не будет. Корень будет в числителе, но ничего страшного в этом нет. У нас задание освободиться от иррациональности именно в знаменателе. Мы получили с вами следующее выражение. В числителе 33 умножить на 7 плюс 3 корня из 3, в знаменателе 2. От иррациональности мы избавились. Еще одно упражнение из вашего учебника. Мы пока с вами выполняем задание из учебника Макарычева под редакцией Телековского, 8 класс. Упростить выражение. Очень похожее выражение на то, что может встретиться в основном государственном экзамене. В основном государственном экзамене на двух позициях может находиться вот такое задание, где у нас работа с иррациональными выражениями. Как здесь выполняется это задание? Нам нужно выражение упростить. Ну, привести к такому виду, когда уже, в принципе, ничего сделать нельзя, попросту говоря. Что здесь можно сделать? Мы видим здесь два арифметических действия. Это вычитание и умножение. Разность у нас находится в скобках. И первое, что здесь приходит в голову, что здесь можно сделать, это привести дроби с разными знаменателями, которые находятся в скобках, к общему знаменателю. Ну, здесь это сделать достаточно просто. Мы первое слагаемое умножаем на корень из А плюс корень из Б, Я думаю, никого из вас не смущает, что, несмотря на то, что здесь вычитание, я называю это слагаемыми. Я думаю, что в восьмом классе вы уже понимаете, почему я могу это делать. Итак, выражение в скобках приводим к общему знаменателю. Обратите внимание, здесь все подробно написано, очень подробно разобрано задание. Обратите внимание, какую еще иногда ошибку, я просто с этим встречалась, допускают восьмиклассники. Если вы делаете по действиям, то тогда нужно расставить порядок действий, отдельно преобразовывать выражение в скобках, затем вторым действием производить умножение. Если вы делаете строчку, цепочкой вычисления, то не забывайте, пожалуйста, записывать этот множитель второй. Я имею в виду квадрат разности Б и А, деленный на 2. Потому что многие при выполнении задания его теряют, а потом приписывают. Это неверная запись, и, скорее всего, вашими учителями это будет расценено как грубая ошибка. Вернемся. Мы с вами приводим к общему знаменателю, раскрываем в числителе первого множителя, первой дроби скобки, приводим подобные слагаемые. Посмотрите внимательно. Раскрыли скобки. Далее приводим подобные слагаемые. Мы видим здесь А и минус А взаимно уничтожаются. Это корень из АВ плюс корень из АВ – это 2 корня из АВ. Посмотрите внимательно. Обратите внимание на то, что здесь во втором множителе мы поменяли местами Б и А, уменьшаемые и вычитаемые. Кто присутствовал в моих предыдущих уроках, я уже этой темой немного касалась. Если вы хорошо знаете формулу сокращенного умножения, а именно квадрат разности, то вы знаете, что в данном случае в квадрате разности мы можем поменять уменьшаемые и вычитаемые местами, Б и А местами. Потому что при раскрытии по формуле мы получим с вами одно и то же выражение. Вот на это нужно обращать внимание. Теперь мы можем применить основное свойство дроби, произвести сокращение и получить результат. Посмотрите внимательно. Вот мы с вами преобразовали и получили результат. Корень из АВ – первый множитель, А минус Б – второй множитель. Больше здесь делать ничего нельзя. Но тем не менее мы с вами задание выполнили. Вот, уважаемые Лидии, если вам очень нужен сертификат, вы можете обратиться на почту по горячей линии, указать свои координаты и сказать, по какой причине вам так сильно нужен сертификат. Если вы учитель, то посещайте вебинары для учителей методические. Здесь при приведении уроков, поскольку это для школьников, здесь выдача сертификата не предусмотрена. Продолжим. Ну, поскольку я не раз уже говорила, что подобные задания входят в основной государственный экзамен по математике, мы с вами посмотрим, в каких заданиях встречаются такие задания и разберем пару заданий подобного рода. Взяты эти задания для разбора из сборника ОГЭ «Математика. 15 новых вариантов от просвещения». Вот одно из этих заданий взято. Это на восьмом, восьмое задание в ОГЭ по математике чаще всего бывает на нахождении значения выражения числового. Иногда это бывает выражение, содержащее корни. Смотрите, вот как в данном случае. Как здесь нужно поступать? Во-первых, мы знаем с вами правила, теоремы, что происходит при умножении, при произведении корней. Мы знаем, что при произведении корней мы можем записать это под одним знаком корня. И при делении, в том числе при извлечении корня из дроби, то же самое это действует и в обратном порядке. Посмотрите, мы с вами записали это под одним знаком корня. Теперь есть несколько способов. Самый простой способ, конечно, перейти к целым числам с подкоренными выражениями. Можно произвести сокращение сразу, можно просто умножить и разделить. Способ можно использовать любой. Здесь все-таки использован один из наиболее предпочитаемых способов, а именно переход к целым числам в подкоренном выражении. Потому что так производить сокращение гораздо удобнее, когда мы работаем с целыми числами сокращений, то есть использовать основное свойство дроби. Мы раскладываем, если сразу не видим, как можно сократить, иногда такое бывает. Мы с вами раскладываем числовые множители и в числителе, и в знаменателе на множители. Можно на простые множители разложить. Можно разложить на множители таким образом, чтобы нам было видно уже, на что здесь можно сократить. А что, может быть, можно вынести за знак корня. Вот мы разложили не на простые множители, просто на множители, часть из которых простые. Производим сокращение. Видим, что здесь вынесется за знак корня. Посмотрите. Мы получаем здесь, что за знак, в основном здесь все сокращается, за знак корня извлекается число 17. Ответ 17. Вот здесь специально в отдельную строчку вынесен ответ, потому что когда вы будете выполнять работу, основной государственный экзамен по математике, вам нужно будет ответ обязательно переносить в бланк ответа. Поэтому здесь ответ вынесен отдельной строчкой, какое бы задание вы не выполняли. Еще одно задание, это уже задание из второй части, оно более сложное, но поскольку это первое задание из второй части, 21 задание ОГЭ по математике, то оно хоть и сложнее, чем предыдущее, но вполне доступно любому ученику, даже сейчас вот уже 8 класса. Сейчас мы это посмотрим. Вы уже сейчас можете это задание выполнить из экзамена. Это задание взятое из сборника математика, задание повышенного базового уровня сложности, и ссылка на это пособие будет чуть позже. Посмотрите, одно из заданий мы здесь приводим. Там не только задания подобного рода, там могут быть и решения уравнений, решения системы уравнений, неравенства системы неравенств, но могут быть и преобразования выражений. Вот как здесь. Нужно найти значение выражения, если разность корень из х и корень из у равно 13. Конечно, на первый взгляд можно столкнуться с какими-то трудностями, как найти путь решения. Мы с вами смотрим внимательно на выражение и видим, что в числителе есть множители, коэффициенты, которые явно являются квадратами чисел. 25 – это квадрат числа 5, а 36 – это квадрат числа 6. Чем мы здесь можем воспользоваться? В то же самое время в знаменателе мы видим 5 корней из х и 6 корней из у. Уменьшаем и вычитаем разность. Мы можем с вами разложить числитель на множители, именно зрительно посмотрев и увидев, что 25х можно представить как 5 корней из х в квадрате, а 36у как 6 корней из у в квадрате. И мы можем с вами воспользоваться формулой разность квадрата. Посмотрите внимательно, здесь вот что у меня, ошибка возникла. Сейчас мы ее исправим при переписывании. Сейчас мы с вами исправим это. Посмотрите внимательно, что здесь происходит. Мы раскладываем числитель по формуле 5 корней из х минус 6 корней из у. Умножить на 5 корней из х плюс 6 корней из у. И видим, что мы можем применить здесь основное свойство дроби. Сократив числитель и знаменатель. Здесь вот в самом задании я ошибку допустила. Здесь плюс 6 корней из у. Смотрите, опечатка. Я думаю, вы легко это исправите. Применив основное свойство дроби, мы производим сокращение 5 корней из х плюс 6 корней из у. делим на это выражение и получаем выражение 5 корней из х минус 6 корней из у плюс корень из у. Не забываем писать вот это слагаемое. Теперь мы можем вынести, привести подобные слагаемые. Посмотрите, и получаем 5 корней из х минус 6 корней из х плюс корней из у. Мы получим минус 5 корней из у. Приведем эти подобные слагаемые. Мы можем вынести за скобку. Посмотрите внимательно. В самом записи, в самом задании, в начале, в знаменателе плюс 6 корней из у. В самом задании. В решении уже все верно. Это опечатка при переписывании задания. Посмотрите. В самом решении все уже верно. Посмотрите. На последнем этапе мы с вами выносим за скобку общий множитель 5. В скобках получается корень из х минус корень из у. А мы с вами знаем, в условии задания написано, что эта разность равна 13. Единственное, что нам осталось, это подставить вместо этой разности число 13. Посмотрите. Мы подставляем, умножаем 5 на 13 и получаем число 65. Итак, мы с вами разобрали все типичные задания. В учебнике, конечно, содержится значительно больше заданий по этой теме. Если вы выйдете на портал «Моя школа» в онлайне, посмотрите, найдете там конспект к этому уроку, то там предложены задания, которые вы можете выполнить самостоятельно по вашему учебнику. Не забывайте, пожалуйста, уже сейчас готовиться к экзамену, к всероссийской проверочной работе, которая пройдет в сентябре следующего года. Урок был подготовлен на основе пособия «Учебник по алгебре» Макарычев под редакцией Телейковского, но это совершенно не важно, по какому учебнику вы учитесь. Тема, в принципе, достаточно распространенная именно в восьмом классе. Также были использованы пособия «Математика. Задания повышенного и высокого уровня сложности». Здесь есть ссылка и QR-код, который переведет вас непосредственно к этому пособию. И пособия «15 новых вариантов от просвещения» 2020 года. Помимо этих заданий, вы там, конечно, можете найти и другие задания для подготовки к экзамену. Ну, помимо этого, близится... Ну, во-первых, у нас сейчас итоговые повторения по всем темам. Близятся итоговые контрольные работы, которые и нами будут предложены на портале «Моя школа в онлайн», и ваши учителя тоже, естественно, будут проводить с вами в дистанционном формате. Поэтому вы можете подтянуть свои знания, используя различные сборники. Кроме того, вы можете порешать задачи, немного выходящие за рамки школьной программы. Вот я сейчас хочу особо сказать буквально пару слов о последнем вот в этом ряду сборнике «Математика на каждый день». В нем собраны задачи из реальной жизни. Во-первых, они помогут подготовиться к решению первых пяти заданий ОГЭ по математике и помогут вам ответить на вопрос, который часто у вас возникает, я имею в виду школьников и родителей в том числе, зачем вообще, в принципе, нужна математика, потому что там именно задачи из реальной жизни собраны. Здесь уже была информация об определенных скидках и промокодах на различные виды продукции, тренажеры, задачники. По всем предметам я сейчас говорю не только о математике. И очень важный момент – это бесплатный портал онлайн-тетрадей, рабочих онлайн-тетрадей с 1 по 11 класс по различным предметам, в том числе по алгебре, геометрии, алгебре. Здесь они присутствуют. Сверху ссылка активная. Если вы выйдете на этот портал, если вы школьник, вы можете просто подтянуть свои знания онлайн, порешав задания на интересующую вас тему. Если вы учитель, вы можете подобрать задания по той теме, которая вам кажется важной, собрать, скомпоновать задания так, как вам удобно, и разослать либо отдельным ученикам, либо сделать коллективную рассылку по любому из мессенджеров. И вам в личный кабинет придет информация, как школьники выполняют то или иное задание. Запись можно будет посмотреть после окончания вебинара. Либо сразу вам придет ссылка на почту, либо чуть позже на нашем портале в YouTube появится ссылка на запись вебинара. Презентацию вы можете скачать уже прямо сейчас. Всем рекомендую этот портал SkySmart, очень удобный. Может быть, кто-то из вас уже этим порталом воспользовался. Ну и по специальному промокоду просвет20 вы можете заказать любой заинтересовавший вас пособие и по нему позаниматься. Канал на YouTube так и называется «Просвещение». Издательство «Просвещение» и подписывайтесь. Там все предметы представлены и не только. И межпредметка, и начальная школа, все что угодно. Почему все-таки выгодно сейчас заказывать в интернет-магазинах? Потому что все-таки мы в перемещениях несколько ограничены. А сейчас пункт выдачи находится в магазине, который непосредственно недалеко от каждого дома находится. Магазин «Пятерочка» может прийти то, что вы заказали. Повторюсь, я и мои коллеги каждую неделю дают уроки, онлайн-уроки, фрагменты уроков по всем важным, основным моментам школьной программы. Подключайтесь, присоединяйтесь. А я с вами прощаюсь. Большое спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok